Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Федор и Светлана Бондарчук познакомились со всем юными, ему 18, ей на год меньше. Федя тогда служил в армии, был в увольнении и пришел на вечеринку к школьной знакомой. Там же оказалась Света. Так что из армии Бондарчук вернулся уже к ней. Вскоре решили пожениться. Семья Федора была против. Будущая невестка не пришлась им ко двору. Но он не стал слушать родителей. Первенец Сергей, названный в честь деда, появился на свет в 1991 году. Через 8 лет пришло время Варвары. Девочка родилась раньше назначенного срока, и вскоре врачи поставили ей неутешительный диагноз – детский церебральный паралич. Об этом знали только близкие. Афишировать проблемы Бондарчуки не стали. Некоторые поклонники не знали даже, что у супругов есть второй ребенок. Информация появилась, когда Варе было уже 13 лет. Светлана сама проговорилась об этом в интервью с Ксенией Собчак. «Да, у нас есть ребенок с определенными проблемами, но с любым человеком в любой момент может случиться что-то страшное. Никто не застрахован. Жить в страданиях и унынии – это неправильно», – поведала тогда Светлана. Федор подтверждает слова бывшей жены, поясняя, что проблемы были не в состоянии здоровья их дочери, а в том, что в нашей стране сложно растить особенного ребенка, даже если ты представитель известной фамилии с деньгами и связями. Бондарчук признается, заботы о том, чтобы наладить ребенку быт, отвлекали от переживаний. «Я себе проект поставил, что я могу максимально сделать, чтобы дочь была счастлива. Дочь – ангел, потрясающая, умнее меня и нас всех. Иметь такое сострадание и любовь, которая нам неведома, – так отзывается любящий папа о Варваре». Мало того, выхаживать поначалу пришлось сразу обоих. Восьмилетний Сережа сильно упал, катаясь на велосипеде и лежал в реанимации. Там же провела первые дни жизни Варвара. Сложно представить, что пережили тогда родители. Варю несколько раз отправляли в американские клиники делать сложные операции. В какой-то момент Федора и Светлану обвинили в том, что они сбагрили дочь в США, и она живет там одна, без родителей, под присмотром няни. На самом деле, пребывание девушки в Америке было временным, на период хирургических вмешательств и реабилитации. Варвара Бондарчук живет в Москве, учится в специальной инклюзивной школе и выходные проводит у отца, Федор развелся со Светланой в 2016 году. Несмотря на диагноз, у нее, по уверениям родителей, множество друзей в Москве и в Америке, куда она ездила регулярно. Вероятно, вскоре 21-летней Варе предстоит познакомиться и с младшим братиком. 3 марта вторая супруга Федора, Паулина Андреева, родила сына, которого назвали Иваном. А Федор Бондарчук мечтает о том, чтобы его девочка могла пробежаться по полю. Я хочу пробежаться по полю с дочкой, у нее детский церебральный паралич. Мы говорим о том, чтобы я попросил, но это уже странно. Мне неловко отвечать на этот вопрос. Это такие фантазии, мечты, ответил Федор на вопрос Владимира Кознера, чтобы он попросил у Бога, если бы встретился с ним. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.